Стали возможны путешествия не только в пространстве, но и во времени. В областной библиотеке для детей и юношества открылась необычная выставка «Дорога натюрлита». Авторы – самарский фотограф Олег Визанкин и поэтесса Софья Сарамятникова. Термин «натюрлит» авторы придумали сами, совместив жанр мертвой природы натюрморт и литературные произведения. Мы решили объединить, какие две, казалось бы, непохожие вещи, как фото-натюрморт и литературные произведения. На нашей выставке соседствуют фотографии, сделанные мной, мертвой мертвой и отрывки из известных литературных произведений. Для посетителей выставка – своеобразный квест. Есть возможность не только посмотреть на красивые постановочные снимки, но и почитать отрывки из классических произведений в прозе или стихах и угадать, какое фото соответствует тексту. Люди от маленького до большого возраста, они все равно взрослые, но дети. И хочется иногда в жизни отвлечь от себя и поиграть. Поэтому здесь вот игра, здесь вы можете полностью расслабиться, проявить себя, сделать все, что вам хочется. Посетителям игрокам выдают специальные бланки и карту выставки. Время неограничено. Дети предпочитают по станциям бегать, взрослые – вдумчиво и неспешно ходить. Интересно, рассказывают организаторы, будет представителем всех возрастов. Мне вот, мне еще нужно время, чтобы в чем-то разобраться, мне очень интересно пройти. Но я сама по себе такой человек, когда делаю все очень последовательно, не очень быстро. Вот, но дети, думаю, господи, насколько же, для меня это оказалось сложно. А дети выполняют это, ищут, вижу заинтересованных глазах. Очень интересно и достаточно быстро. Экспозиция, созданная в честь Года литературы, за несколько месяцев объехала многие города страны. В Иваново фотографии прибыли из Пензы. На выставке три тематические зоны – путешествие в пространстве, времени и путешествие в мир фантазий. Тут нужна как бы поэзия, чтобы понимать, что хотел сказать автор. Потому что не каждый может узнать. Книжек нету, которые мы читали, но которые хотим прочитать – это все. Выставка «Развлечение для всей семьи. Разминка для мозгов». Позволяет напрячь память, логику, активизировать центры мозга, ответственные за творчество. Отдохнуть от литературного штурма помогают интерактивные зоны – насмекалку и ловкость рук. Есть интерактив «Создай свой натюрморт». То есть там ребята могут сами какой-то натюрморт, связанный с литературным произведением, сами составить, сфотографировать, либо сами сфотографироваться на фоне своего произведения. Также есть «Путешествие ушами». У нас установлены кресла. Можно надеть наушники и послушать звуки природы, звук каких-то путешествий. Проверить собственные знания можно, поместив бланк ответов в специальную матрицу. Клеточки должны совпасть. В нашем городе литературно-художественный квест будет гостить до 25 января. А после, делятся секретом Ивановские библиотекари, они попробуют создать свой проект – аналогичную веселую головоломку. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.